12 слышно меня да все хорошо ваш интернет слабенький вы иногда тормозить да нет вроде бы все до этого было хорошо а сейчас все слышно нормально да чудесно это возможно и оставил на записи поэтому такие реакции если вы готовы можем начинать друзья приветствую вас вы смотрите канал политэксперт благодарны вам за то что вместе с нами сегодня за то что смотрите и поддерживать этот канал не забывайте ставить ваши лайки подписываться на наш канал кто этого еще не сделал и написать вопрос или комментарий под этим видео для нас это очень важно как всегда самые интересные вопросы мы отбираем задаем нашим уважаемым экспертом как и буду делать я сегодня с нами на связи константин боровой константин натанович здравствуйте константин натанович начнем мы с вами с темы о том что многие поговаривают сейчас кремль устами своих зарубежных лоббистов пытается навязать украине и западу заморозку конфликта и вот как раз об этом пишет и советник офиса президента украины михаил подали он говорит что эта часть большого плана владимира путина которая в итоге приведет к второму раунду войны и еще более кровавому стратегическое задание россии сегодня это добиться заморозки конфликта он заверил что это только первый этап большого плана далее кремль планирует зацементировать собственный режим путем президентских выборов двадцать четвертом году и после этого предупредил советник что путин будет восстанавливать военный потенциал и дестабилизировать европу готовясь ко второму раунду войны что будет более кровавым об этом рассказал своем блоге советник офиса украинского президента михаил подаляк как вы по вашим наблюдениям по анализу того что происходит сейчас в российской федерации насколько видите эти симптомы что путину необходимо в край сейчас заморозка войны потому что он понимает на данном этапе не справляется и не может до конца дойти поставленных целей и все больше пытается через западные руки рты склонить украину и запад как переговорам ну во первых мне нравится что наконец офис президента начинает понимать то о чем я говорю ну практически со второго дня войны понимаете о том что эта война безусловно договоренность между путиным и демократической партии сша о том что демократическая партия сша на первом этапе вместе с путиным заинтересована была отдать путину украину так же как свое время отдали путь ну крым вот и ставка офиса президента и президента на демократическую партию отказ владимира зеленского от сотрудничества в свое время вот в девятнадцатом году с президентом трампом и с его адвокатом но вот эта ошибка ошибка за которую сегодня приходится расплачиваться никакой войны в украине не было бы путин ловил трампа на около туалета на двадцатке и добивался от него встречи вот и при трампе сидел как мышка под веником понимаете молчал вот это одна из причин может быть не главное но одна из причин того что произошло это недооценка социалистов американских то есть вот демократической партии со стороны зеленского мы все предлагали ему предлагали начать расследование антикоррупционное значит вот связанное с байденом вот и он этого не стал делать и сегодня сами сама демократическая партия ее представители говорят о коррупционных скандалах о коррупционности власти в украине ну то есть то что они наконец начали понимать что это война в соответствии с какими-то договорными соглашениями очень хорошо но надо дальше понимаете не все происходит в этом мире во вне украины очень многие явления зависят от самой украины вот и сегодня когда украина мужественно там сражается защищает не только себя но и западное сообщество от агрессии путина вот было бы очень неплохо если бы было бы достаточно экспертиза ума в окружении зеленского для того чтобы понять что сокращающиеся падающие поставки вооружения в украину это не какой-то процесс зависимый от звезд это политика политика по отношению к украине то что там кто-то из экспертов уже назвал пипеточной помощью помощь которая не позволяет украине победить в этой войне остановить агрессию вот и об этом блинкин говорит фактически министр иностранных дел соединенных штатов демократической партии что мы не должны допустить поражение украины но в то же самое время мы не должны допустить разгрома путина вот так что ничего удивительного в том что сейчас происходит нету но это делается в том числе и руками украины да но кстати если понаблюдать за самим путиным мы так смотрели когда во время встречи с африканской делегации путин показал какой-то договор москвы и киева которые стороны якобы подписали еще вскоре после начала так называемой сво и который был нарушен ну конечно же кем украины и есть мнение от бывшего старшего офицера нелегальной разведки кгб сергея жирнова он предполагает что демонстрация путиным договора который москва и киев якобы подписали весной прошлого года это уже была подготовка россиян к поражению ну а я напомню о том что путин показал зрителям документ в котором якобы есть договоренность об отводе российских войск из киева и еще 18 пунктов но с другой стороны если проанализировать возможно это и была такая проба пера от путина как будут реагировать русское население на то что в данный момент сло так называемое она может прекратиться и пойти все на исходное а в чем вопрос то для чего путин показывал этой делегации какой-то якобы договор перестаньте анализировать поведение путина его поведение очень простой это цель военной операции в украине как перед этим была цель военной операции в грузии в 2008 году или самом начале приходу к власти путина там военной операции в чечне удержание власти в россии все это единственная цель с которой он действует а дальше уже тонкости чекисты это их свойства мимикрия они говорят одно думают другой делают третье в свое время он говорил о ценности демократии о ценности смены власти ну что из этого он осуществил ничего анализировать путина как вот вы пытаетесь это дело бессмысленное бесполезная уж ссылки на бывших сотрудников кгб ну еще менее продуктивно да раньше говорили как там россии умом не понять да так можно говорить сейчас о путине что его не стоит анализировать и какого-то смысла искать тоже это не самое благое дело но россию не понять аршином общем не измерить вот это так это звучало вот но это по другому поводу в данном случае в данном случае это совершенно другое явление чекисты оно не типично не свойственно россии это явление противоречащие ну человечности вообще эти люди возникли большевистской россии в двадцатые годы их собирали набирали в том числе среди уголовников социально близких как тогда говорили вот это я занимаюсь этим явлением это специальное явление очень интересное но она имеет малое отношение к человечеству к человечности вообще не вы знаете очень интересно наблюдать за реакция не только россиян но и запада европейских стран и раньше говорили о том что путин он заставляет россиян бояться бояться будущего это скорее всего для того чтобы удержать свою власть но почему этот страх он начал завладевать сейчас и западом это не страх ни в коем случае это вот в центре европы возникает некоторые сложные ситуации путин пытается добиться подчинение украины ситуации нестабильности значит рассуждая очень цинично прагматично решить эту проблему можно ну вот разными способами можно проучить путина можно остановить его можно отдать ему всю украину вот так как в четырнадцатом году отдавали путину крым что такое украина маленькое государство где-то там в европе вот никакой ценности в международной политике не представляющая я сейчас повторяю так сказать логику но вот демократической партии сша логику рассуждения надо отдать путину после этого будет стабильность будут стабильные поставки энергоносителей на мировой рынок зерна сырьевых ресурсов вот и цена это всего-то господи какая-то украина сначала какой-то крым потом какая-то украина цинично рассуждаю отдать путь на украину это правильное решение вот они его и пытались осуществить а этот зеленский совершенно неправильно там не в соответствии с соглашениями там отказался ехать в эмиграцию вот начал требовать оружие ему оружие не поставляли в начале войны британцам пришлось поставлять противотанковые снаряды самолетами потому что американцы нато запретила по земле поставлять оружие у польши были огромные проблемы в поставке вот даже старых танков этих советских еще у стран балтии то же самое план был отдать украину этому путина понимаете и то что это не получилось благодаря усилиям народа украины зеленского но это некотором смысле не успех деятельности вот демократической партии сша я последнее время вдруг начал слышать не только от подалека многих военных даже экспертов в украине ну они начинают понимать что это была ошибка ориентация на демократическую партию отказа от сотрудничества с республиканской партии начинают понимать что вот эти вот выезжоры которые появляются украине рассказывают какой ужасный трамп и какой хороший джо байден это пропагандистская кампания это продолжение морочения головы вот такой же как было перед началом войны когда говорили вот завтра нападет и путин не так как республиканцы действовали там в грузии путин то же самое ведь это было уже один раз это уже случилось путин в 2008 году напал на грузию дошел до чуть не сказал киева дошел до тбилиси в 50 километрах остановился остановился потому что власть была республиканская партия начали приземляться геркулесы аэродромы там вокруг грузии вокруг тбилиси и путин развернулся и ушел с территории грузии то же самое должно было бы происходить в украине если бы у того же подалека сработала логика мышление не сейчас когда уже в общем весь этот ужас произошел а чуть раньше в девятнадцатом году в июне ровно четыре года назад трамп который отказывался встречаться с путином обратился к зеленскому с предложением посетить соединенные штаты и обсудить многие вопросы в том числе вопросы связанные с коррупции вице-президента джо байдена и адвокат трампа приезжал в киев и пытался так сказать подвигнуть эту новую демократическую власть на правильное решение зеленский сказал нет мы не будем вмешиваться в политическую ситуацию в сша в тех условиях это означало нет мы не поддерживаем республиканскую партию партию традиционную мы поддерживаем социалистов и коммунистов между прочим там в этой демократической партии процентов 5 это те кто собирается строить коммунизм соединенных штатов и отказался ехать соединенные штаты ну вот не было бы этой войны понимаете это рассуждать это конечно неправильно так сказать о том как было бы если бы но похоже что это была фатальная ошибка зеленского фатально но с другой стороны константин натанович я правильно понимаю что владимир зеленский вместе с украинским народом они сорвали договорняк сша и российской федерации они сорвали договорняк демократической партии сша и путина которые находятся очень давно в договорных отношениях и путин очень активно собирает компромат на байдена шантажирует его это тоже видно бухгалтер буризмы погибла при необычных странных обстоятельствах как вы знаете генеральный директор буризмы сейчас находится в москве а расследование преступления против украины значит так и не проведено сейчас начинают раскрываться соединенных штатах многие разные обстоятельства ну вот недостойный коррупционной деятельности джо байдена хантера байдена значит самые последние сведения если вы знаете то что выяснилось что хантер байден грубо нарушал законодательство по уплате налогов ну да и так законным владением оружия он себя признал обиновным ну ну да незаконное владение потому что он обманул просто он сказал что он при том что он был такой активно практикующий наркоман он сообщил что никакой зависимости от наркотиков у него нет вот начинают открываться эти обстоятельства скоро откроются обстоятельства связанные с тем что знаю об этих коррупционных преступлениях офис президента по непонятным причинам президента зеленского по непонятным причинам не правит не правил расследования этих преступлений вот сегодня это ну трагический вывод но сегодня украина расплачивается в том числе и за вот эти ошибки ошибки фатальные да очень интересно и хотелось бы понять чем это в дальнейшем сулит для украины поскольку многие сейчас задаются вопросом нужна ли полная победа для сша украины и нужно ли полный проигрыш российской федерации точно также для сша поскольку возможно если так случится тогда они останутся на геополитическом майданчик на геополитической площадке один на один вместе с китаем видите ли вы какие-то такие предпосылки о том что кроме скажем так замедленной помощи о том что сша побаиваются победы украины и многие склоняются к тому что им не нужна сильная демократичная страна центре европы поскольку это после окончания войны будут одна из милитаризованных стран и которая будет диктовать свои условия во первых мы об этом уже говорили госсекретарь энтони блинкин фактически министр иностранных дел фактически правая рука жабательно сформулировал это очень активно и точно соединенные штаты не заинтересованы в разгроме путин соединенные штаты не заинтересованы в значит ну в проигрыш украине но это значит что соединенные штаты не заить у них иные цели чем украина украина сегодня это очень сильное государство в центре европы фактически лидер я бы сказал восточной части вот этого блока нато фактически член нато де-факто просто по оружию по там политике и соединенные штаты ну вот демократическая администрация тут надо понимаете разделять когда мы говорим соединенные штаты не очень разные в разные периоды это разная политика демократическая администрация не владея полной ситуации в европе не заинтересована выселение украины усиление украины это усиление той части скажем союзников соединенных штатов которые не готовы следовать фарватере любой политики фарватере политики которую диктуют там миру соединенным штатам скажем сорос не готовы следовать фарватере политики социалистической партии вот украина опасно все правильно именно поэтому сегодня это очевидно и об этом уже я не знаю полгода идут разговоры о том что необходимо этот конфликт заканчивать на той стадии который вот он сейчас существует по типу корейского то есть 38 параллель значит сверху снизу там сверху северная корея снизу южная корея вот разошлись демилитаризованная зона это против идеи народа украины о том что необходимо выйти на уровень границ 91 года это против позиции зеленского вот но рычаг которым решается этот вопрос он очень сильный серьезно это поставки оружия демократическая партия удавалось влиять на своих союзников в части вот помощи украины и я думаю что то что некоторые то что вообще начались поставки даже вот эти микроскопические это же ведь было было действие на которое пошли соединенные штаты пошла демократическая партия чтобы не допустить раскола союзниками западно с восточными союзниками потому что западные союзники в общем макрон продолжал какие-то любовные переговоры с путиным открыто говорил что мы не должны допустить чтобы путин нанести большой ущерб путину вот большинству членов нато союзникам сша по нато в европе ну и в общем безразлично понимаете как этот конфликт закончится германии в начале конфликта была очень ясная яркая такая позиция чем быстрее он закончится конфликт тем быстрее начнутся поставки газа тем стабильнее будет экономическое развитие это же было связано с потерей рабочих мест тысяч десятков тысяч рабочих мест германия была заинтересована с самого начала в прекращение таком удобным для путина в прекращении конфликта где самолеты ф-16 очень простой вопрос где ленд лист закон о котором был подписан там больше полгода назад вот они там же где и и желание американцев честно помогать украине против путина отговоров живет огромное количество нельзя допустить расширение конфликта значит слишком серьезное сопротивление путина приведет к расширению конфликта а то что происходит сейчас присоединение к поставкам там австралийцев новозеландцев там это не расширение конфликта нельзя допустить ядерные составляющие конфликта а то что происходит сейчас уже соединенные штаты уже разведка говорит о том что путин будет использовать для принуждение украины вот этим мирным переговором может использовать ядерное оружие вот ошибки ошибки за которые приходится расплачиваться очень дорогой ценой ошибки о которых ну я не знаю первое предупреждение выступление моё по этому поводу было двадцать восьмого что ли февраля на государственном канале украинском журналисты страшно испугались страшно и начали кричать вы хотите нас поссорить соединенными штатами у меня тоже была запись этого интервью и она сохранилась значит в украине оно не вышло это было двадцать восьмого февраля когда я говорил что соединенные штаты демократическая партия находится в договорных отношениях с путиным и не заинтересована в победе украине в полноценной защите украины и все эти усилия офиса президента самого и зеленского по сотрудничеству с демократической партии по противостоянию там тому же трампу ошибка вы знаете я напоследок хочу вас спросить еще кратко можно о внутренних перипетиях или как многие сейчас говорят о войнах башнях кремля башен кремля и риторика главаря чвк вагнер евгения пригожина становится на все более резкой он начал критиковать бюрократический режим россии построенный владимиром путиным пригожин неожиданно заявил что властям россии все равно на народ аудио обращение было опубликовано на его канале в телеграме двадцатого июня пригожин отреагировал на расследование российских сми о том что на путинский фонд для участников с во получил от государства грант на 1 и 3 миллиарда рублей потратил только 3 процента на выплаты оккупантам остальное пошло на зарплату руководству много там разных высказываний нецензурной лексики не буду и цитировать но по всей видимости такое складывается впечатление что пригожин он выходит из под контроля сейчас кремля на днях он публично отказался подчиняться приказу владимира путина о передаче чвк под контроль минобороны более того он уже позволяет себе критику лично главы рф и его режима и многие считают что пригожин и влиятельные лица которые стоят за ним специально ввергают россию хаос целью как раз такого госпереворота и захвата власти и чтобы сместить путина как вам сейчас видится эта ситуация с пригожиным шойгу путиным какой расклад первое то что вы сказали вы себе не представляете какая это не точная оценка информации пригожин финансируется кремлем финансируется он никто он даже не военный специалист каждое его действие эта ситуация такая же как там с навального все говорят навальный оппозиционер он оппозиционер до тех пор пока он финансируется пока оплачиваются пропагандистские каналы которые его там рекламируют то же самое с пригожиным значит никакие каналы вот государственные полу государственные не стали бы его транслировать если бы в этом не заинтересован был сам кремль сам путин путин его финансирует он его придумал создал абсолютная пустышка которую там сначала назначили создавать в лахте там эту фабрику тролли а увидев что он все таки успешен ему передали вот эту идею ЧВК частной военной компании завтра прекратится его финансирование и он исчезнет технология которой пользуется путин во взаимоотношения со своим окружением технология сдержек и противовесов как он ее понимает путин это технология постоянного стравливания различных групп в своем окружении различных башен кремля значит данном случае пропагандистский эффект это тот эффект который нужен путину который достигается вот этими резкими заявлениями это противостояние спецслужб с министерством обороны которые пытаются на самом деле просто подчинить или поставить в зависимости от себя шойгу и министерство обороны в целом это другая игра понимаете предполагать что он вдруг стал оппозиционером я недавно с одним из пропагандистов вел дискуссию по этому поводу и он мне сказал вот в россии пропагандист в россии два оппозиционера никаких оппозиций никакой нет давно ее уничтожили два оппозиционера алексей навальный и пригожин два оппозиционера которые противостоят путин оба финансируются путь оба той степени цитируются или распространяется об их заявлениях так сказать информация в которой заинтересована пропагандистская компания когда вы последний раз слышали любое заявление касьянова председателя самой большой политической партии партии народной свободы я вам скажу лет десять назад или больше потому что его никто не пропаганда его не цитирует а любой там я не знаю пердеж навального который якобы ведет блок из камеры из значит каких-то там особых условий вот распространяется этой пропагандой это морочение головы вы же эксперт и ваша организация называются политэксперт вы должны это понимать что это в чистом виде морочения головы никакого пригожина как самостоятельной политической военной структуры нету он фактически работает пресс-секретарем в этой чувака вагнера а главное так сказать структуру которую прав создавала чувака вагнер это гру военная разведка сейчас спой и испытывает большое влияние там фсб свр там ну разных структур вот и это противостояние от шойгу который слишком близко оказался от путина и многие в окружении путина рассматривают это как опасность для них значит а путину это нравится он стравливает их подливает масло в огонь вот ему нравится регулировать таким образом ситуацию вокруг него вот да действительно очень интересно в любом случае наблюдать за этими всеми перипетиями и делать какие-то пленые заключения и чем это закончится константин натанович я благодарен вам за участие в этом эфире за вашу позицию за вашу аналитику и конечно же за разъяснение многих тем очень важных для украины для понимания и я нашим зрителям хочу напомнить что у них есть прекрасная возможность друзья не забывайте что вы можете это видео поддержать вашим лайком подпиской на наш канал и конечно же напишите вопрос или комментарий что понравилось или не понравилось какие есть вопросы к эксперту или к другим экспертом мы обязательно их озвучим следующих наших программах друзья самое главное берегите себя ваших родных и близких константин натанинович я желаю вам хорошего здоровья и до новых встреч на нашем канале слава украине героям слава константин натанинович